Всем привет! Предлагаю вам сегодня нарисовать иллюстрацию маркерами и цветными карандашами. Для начала нужно наметить, где будет располагаться наш персонаж. Мы проводим вертикальную линию, отмечаем верхнюю и нижнюю границу. Затем вертикальную линию нужно разделить на 6 одинаковых отрезков. В первой части умещается голова, чуть ниже идет шея и плечи. Там, где заканчивается второй отсек, будет находиться талия, а затем бедра и в оставшейся длине это ноги. Не забываем, что локти у нас находятся примерно на уровне талии. Добавляем им толщину и когда общий набросок человека готов, начинаем уже прорисовывать остальные детали, то есть уточнять. Я сразу заранее стираю лишние линии, чтобы потом не путаться. Предлагаю на персонажике нарисовать большую объемную толстовку, поэтому мы выходим за границы фигуры. И внутри, конечно же, все можно тоже сразу стереть, чтобы потом не путаться. Обязательно на рукавах рисуем складки, особенно в области сгиба. Таким образом толстовка будет выглядеть более естественной. То же самое касается брюк. Мы отходим от линии фигуры, то есть от линии ног и добавляем толщину с большим количеством складок. Ну, слишком много складок можно не делать, конечно, как на локтях, но тем не менее, все равно они должны быть, особенно в области коленок. Чтобы персонаж был не очень пустым, я решила дорисовать виднеющуюся часть рюкзака. Ну, а затем, если вы еще не нарисовали лицо, то как раз-таки самое время приступить к прорисовке. Конечно же, будет круто, если вы будете рисовать в своем стиле, но если у вас его пока нет, вы можете повторять за мной. В целом наш основной персонаж готов, теперь остается только добавить различные элементы для украшения. То есть, другими словами, мы добавляем детализацию. Чем больше в иллюстрации разных интересных деталек, тем интереснее ее рассматривать. Поэтому я решила на полу поставить много разных горшков с цветами и с кактусами. Я долго думала, как же украсить стену. И решила дорисовать на ней плакаты или какие-то фотографии. При желании можно добавить какие-нибудь гирляндочки или на стену тоже повесить горшок с цветком. После того, как мы нарисовали весь набросок с детальками, мы начинаем обводить обычным черным линером или капиллярной ручкой. Гелевую ручку я не рекомендую использовать, она может размазываться. А затем мы начинаем раскрашивать нашу работу. Я предлагаю всего персонажа сделать в рыже-желтых тонах. Такие яркие цвета будут очень контрастно смотреться с зелеными растениями. Фон я не рекомендую раскрашивать маркерами, лучше его сделать цветными карандашами. А теперь мы добавляем объем цветными карандашами. Естественно, на оранжевой толстовке я использую красный карандаш. Чтобы джинсы не выглядели такими слишком серыми, я решила взять серо-голубой карандаш и придать им такой небольшой голубизны. Кстати, если вдруг у вас нет такого оттенка, вы можете взять, например, просто темно-синий цвет. Черным цветом я решила на джинсах добавить побольше теней. Так они будут выглядеть еще объемнее. Обычно цвет кожи я делаю оранжевым карандашом, а потом сверху добавляю сиреневый, для того, чтобы оранжевый немножечко смягчить. Добавляю сиреневый, для того, чтобы оранжевый карандаш. Немножко объема толстовочки, поэтому черным цветом можно пройтись по складкам. Теперь нам нужны разные оттенки зеленого карандаша, для того, чтобы придать листьям объем. И, кстати, я сразу рисую прожилки, так будет выглядеть естественнее. Обратите внимание, здесь я взяла уже другой оттеночек зеленого карандаша и работаю им. Теперь нужно запастись терпением, потому что начинается самая долгая часть, это раскрашивание фона. Сначала я просто раскрашиваю все однородным желтым цветом, без добавления градиента и каких-то вспомогательных оттенков. А вот уже потом можно взять оранжевый цвет, добавить его по низу, сверху и по краям. То есть, другими словами, рядом с персонажем, ближе к центру, остается чуть больше желтого, а ближе к краям более оранжевое. А потом сверху также накладываю слой красного цвета. В данном случае красный цвет очень хорошо придаст глубину фону, он не будет казаться слишком плоским. Чтобы не оставлять плакаты на фоне идеально белыми, можно им добавить немножко серого оттеночка по краям. Для пола я решила выбрать коричневый оттенок. И обратите внимание, под каким углом я штрихую. И ближе к нам делаем потемнее. А ближе к стене можно добавить немножко оранжевый оттенок, потому что это рефлекс от стены. И, конечно, не забываем про тени под персонажем и под предметами. Вот, кстати, посмотрите, с тенями выглядит еще реалистичнее. Теперь, по желанию, можно взять белую гуашь и тонкую кисточку. И очень аккуратно поставить блики. Чтобы блики не выглядели как непонятные белые колбаски, их обязательно нужно немножко размывать водой. Особенно, если вы работаете акварельными карандашами, как я. Они немножко будут размываться, и белый блик будет уже не таким белым, а естественным. На листиках, кстати говоря, да, тоже можно поставить немножко бликов. Если есть желание украсить стену, ее можно украсить. Я решила сделать полоски и различные пунктирные линии. И, кстати, я не ограничилась одним цветом. Взяла еще фиолетовый и добавила дополнительные фиолетовые полоски. Они, кстати, очень хорошо там вписались. Также немножко фиолетового можно добавить на пол и в районе теней. Ну вот и все. Наша иллюстрация готова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok